Рассказываем, почему возникло выражение «подать стакан воды в старости». Оно возникло, потому что стакан воды доставался реально очень тяжело. Блин, скользко. Наливаю, обливаюсь. Вот это журавель, его довольно тяжело держать, и он скользкий и холодный, поэтому он может вырваться из рук, ведро повиснет высоко над головой, и без багра его на место не подставить. А еще элементарно можно свалиться в колодец, или просто поскользнуться и удариться головой об борт колодца. очень скользко, потому что часть воды из ведра проливается. Ну, закручиваем кромки на своих современных багвашках. посидно недавно, их еще просто физически не было, этих багвашек. А теперь везем воду до дома. Пару километров. Почему воду возят издалека? Потому что не в любом колодце вода будет хорошая. Иногда выкопаешь колодец, а там мутная, грязная, вонючая, болотная вода. А не родниковая. Поэтому закапывай то, что выкопал, и в стороне метров через сто копай новый. Вдруг попадешь в родниковую подводную жилу. Вот этот наш самый стакан воды. Но не он необходим современному пожилому человеку. А современному пожилому человеку необходимо комплексное медицинское обслуживание. Этого, в принципе, не может дать ребенок, даже если он будет врачом. Здесь необходима организованная государством система здравоохранения и немного частной медицины. И еще, конечно же, деньги. Чем больше, тем лучше. А эти деньги как раз уйдут ведь не на старость, а на воспитание детей. И еще далеко не факт, что детишки будут сами зарабатывать денежку. А если даже будут зарабатывать, то будут тратить эти денежки на себя любимых, а еще на воспитание своих детишек. Так что мем про стакан воды в старости морально устарел.